здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня выпуске почему-то санкции оказывают бодрящее действие на наш рубль после первой волны упал после 2 падение замедлилось после 3 и замер на месте а от 4 волны от самых адских санкций вернулся на докризисный уровень и держится так словно ничего ему не сделалось ну что спорим что это правда или не совсем бессовестно вру рубрика виноват путин белый дом заявил об искусственном накачивание рубля центробанком и правительством россии директор по коммуникациям белого дома кейт беденгфилд заявила что российские власти искусственно укрепляют курс национальной валюты по ее словам курс рубля больше не может расцениваться как адекватный индикатор положения дел в российской экономике в связи с предпринимаемыми москвой действиями помимо этого она отметила что в вашингтоне убеждены в эффективности антироссийских санкций беденгфилд добавила что в россии наблюдается драматическая инфляция а инвесторы не хотят вкладываться в экономику страны а я никогда не закусываю я этой глупой привычки не имею странно а выглядит почему-то так словно инвесторы не хотят выкладываться из экономики россии а то все как-то бодро отчитались об уходе из нашей страны а в торговый центр как не зайдешь и что-то большинство точек работает словно ничего не изменилось а что самое удивительное в этой истории почему-то все эти оставшиеся да и многие ушедшие говорят что в россии слишком хороший рынок отличные прибыли не хотелось бы уходить вот ведь предатели какие ни один не сказал что в россии экономика разорвана в клочья что тут драматическая инфляция что эта страна 19 века в которой нечего делать приличным западным компаниям почему же эти западные компании не бегут из столь гиблого места им травлю устраивают бойкоты объявляют а не знай себе сидят тут в россии кейт бейдингфилд им такие ужасы расписала они что думают про искусственное укрепление рубля это вообще прекрасно не покупайте граждане автомобили тесла они искусственно созданы а для чего еще нужно правительство как не за тем чтоб курс валюты удерживать в нужном коридоре кстати что ж такое мог предпринять наш цб если все его золотовалютные резервы нарочно заморозили ровно с этой целью чтобы он не мог продавать валюту из своих звр поддерживая курс рубля замысел был конечно хороший отличный план вот только путин нашел товар куда более интересный чем доллары и евро это наш газ пообещал что будет продавать его за рубли и удивительное дело курс сразу же выровнялся а что это значит значит что рынок тоже не слушает кейт бейдингфилд евро бюрократов и прочих ребят которые кричали что газ за рубли это неприемлемо и у путина ничего не получится курс рубля вернулся к почти до кризисным значением 80 с небольшим за доллар а значит рынок верит что у путина все очень даже получится правда америка сразу сочла это обманом байден обещал что он превратит рубль в щебень но фокус не удался факир был пьян теперь у них новый план перемоги теперь они поняли что на рубль влиять у них не получится хотят упирать на инфляцию а между тем в самой америке поди сидят простые люди и думают о чем с русскими воевать нельзя ли попросить их правительство чтобы они и нам также искусственно понизили инфляцию как искусственно разобрались со своим курсом рубля может посулить мишустину взятку хотя бы за парочку таких консультаций я мзду не беру мне за державу обидно друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра на нашем канале новый выпуск не пропустите а